В Сургутском районе ввели особый противопожарный режим. Реча Локосова, Ульт-Ягуни, Тундрина, Русскинской, а также Месселенных территориях. Здесь спасатели уже зафиксировали два возгорания сухой травы. Пожарные просят жителей быть внимательными на майских праздниках и соблюдать правила безопасности на отдыхе. Разводить костры и сжигать сухую траву в это время категорически запрещается. Административная ответственность в условиях особого противопожарного режима уже не предусматривает предупреждения, а влечет наложение штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 15 до 30, на юридических от 200 до 400 тысяч рублей. Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником. Слова благодарности глава региона опубликовала в своем аккаунте в Инстаграм. Цитата. В трудную минуту именно от их оперативности, профессионализма, навыков зависит судьба тех, кто оказался в беде. Конец цитаты. Кроме того, губернатор поделилась видеороликом с историями о трудовых буднях работников скорой помощи в Югре. Поначалу, когда едешь на вызов, кажется, что едешь в неизвестность. Но затем видишь пациента и начинаешь понимать, что медлить нельзя. Начинаешь оказывать помощь. На скорой результат виден сразу. Пациенту стало лучше и такое ощущение, что у тебя вырастают крылья. Каждая успешная реанимация и спасенная жизнь делают меня счастливой. Ради этого, я считаю, стоит жить. Речная транспорта Серия выставок начнется с экспозиции избранных графических произведений югорского мастера Геннадия Райшева. Кроме того, запланированы экскурсии для речников по Государственному художественному музею, в том числе галереи Райшева и Домомузея Игошева. В Ханты-Мансийске лыжам дарят вторую жизнь. Все это стало возможным благодаря проекту «Наследие Олимпийских игр в Сочи». Мастерская находится прямо в кузове КамАЗа. Это и позволяет экипажу путешествовать по стране и помогать детским спортивным школам приводить лыжи в порядок после насыщенного бегового сезона. Команда специалистов состоит всего из двух человек. Они и водители, и мастера. Реанимируют лыжи на специальном станке с помощью каменной обработки. Вся процедура проходит в три этапа. На первом выравнивается скользящая поверхность, затем инвентарь полируют, а в заключении наносят структуру. Это и помогает лыжам по-новому скользить по снежной глади. За один день специалисты могут подготовить до 150 пар лыж. В столице Югры бригада пробудет до 30 апреля, а затем продолжит тур по стране. Географию сами себе создаем. То есть мы, грубо говоря, отталкиваемся от зимы. То есть у нас зимой это основные старты, это кубки Пермь и чемпионаты России. И дальше смотрим уже, куда нам, грубо говоря, заехать по пути. То есть на данный момент мы были в Тюмени, чемпионате России по лыжным гонкам. И решили приехать в Ханты. И уже отсюда, из Хантов мы поедем в Пермь, и из Перми уже в Москву. Такие сервисы будут приезжать к нам весной, и подготавливать инвентарь наших спортсменов на территории города Ханты-Мансийска, а также и других муниципалитетов Югры. Также мы ожидаем приезд в следующий сервис бригады. Это по направлению горной лыжи и сноуборд, который будет проходить в мае.